Добрый вечер, уважаемые товарищи! Сегодня заключительное занятие университета рабочих корреспондентов. Напомню, что в этом семестре мы несколько занятий посвятили творческому наследию выдающегося советского ученого Василия Яковлевича Ильмиева. На позапрошлом занятии рассматривались вопросы теории потребительной стоимости, так и рассматривались вопросы социологии. Сегодня лекцию прочитает профессор Тарандо Елена Евгеньевна. Тема посвящена творчеству Василия, отвечая о вопросах собственности. Пожалуйста, точнее, более точнее, стандартно. Также напоминаю вопросы, задавшись на выступление. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемые товарищи! Меня уже представили. Меня зовут Тарандо Елена Евгеньевна. И я ученица Василия Яковлевича Ильмиевна. И сегодня я вам немного расскажу о том, что же мы исследовали с Василием Яковлевичем. Дело в том, что с Василием Яковлевичем мы познакомились в 1990 году. Я поступила на факультет социологии в качестве студента на вечернее отделение и устроилась работа на деканат. И вот Василий Яковлевич был одним из профессоров этого факультета. Как я узнала впоследствии, Василий Яковлевич принимал активное участие в открытии факультета вместе с Виктором Георгиевичем Дороговым. И, в общем-то, мы с Василием Яковлевичем завязали такие хорошие дружеские отношения. И вот в 1996 году я поступила в аспирантуру к Василию Яковлевичу с тем, чтобы разрабатывать такое достаточно новое направление для социологической науки, как социология собственности. Ну, 90-е годы, как Вы знаете, время было легкое. И, понятное дело, я, наверное, не буду останавливаться на том, как насущно была потребность в том, чтобы исследовать вопросы собственности, которые ранее исследовались в рамках политэкономии, но политэкономию прикрыли, как Вы знаете, ее заменили экономиксом. Вопросы собственности из экономики повыбросили. Но вот Василий Яковлевич подхватил, так сказать, выброшенное из политэкономии и заявил о необходимости открытия такого направления уже в рамках социологической науки, как социологии собственности. Ну, я думаю, что будет не лишним сказать, что теоретическим основанием нового направления социологической науки стал марксизм. И я немножечко расскажу о тех идеях Маркса, которые легли в основу вот этого нового направления – исследования собственности Василием Яковлевичем. Ну, у Маркса много идей о собственности. Я бы выделила три основные. Первое – то, что Маркс впервые в научной мысли сказал, что собственность – это экономическое отношение. До него все политэкономы, все социальные мыслители считали, что собственность – это юридическое отношение. Ну, и надо сказать, что слово «собственность» у всех ассоциировалось с тем, что вот с имуществом, с благами, которые находятся в собственности. То есть было такое вечное понимание собственности, то есть от слова «вещь». Маркс сказал, что собственность – это экономическое, хозяйственное отношение, что юридическое – это форма собственности, а реальное содержание собственности находится в экономике. Это было революционной идеей для своего времени. Многие не принимали этой идеи Маркса, но Маркс эту идею последовательно отстаивал. Вторая идея, которая очень, на мой взгляд, полезна для общественных наук и имела тоже революционное значение для теории собственности – это идея о том, что частная собственность – есть приходящая форма собственности. То есть она когда-то появилась и когда-то она исчезнет. Потому что, опять же, английские политэкономы, а вы знаете, что один из источников марксизма была английская политэкономия, так вот английские политэкономы считали, что частная собственность – она вечная, неизменная, всегда была, есть и будет. И даже в то время, когда жил Маркс, и даже к началу XIX века уже появились первые исследования этнографов, которые исследовали этнографические аналоги первобытных племен, как вы знаете, и в Австралию, в Австралию колонизировали, и колонизировали различные новые земли, находили там народы на первобытной стадии развития. И вот этнографы исследовали эти народы, описывали их быт, их культуру, их обычаи, их отношения социальные. И материалы этих исследований свидетельствовали о том, что отношения-то у них были в корне отличны от тех отношений, которые наблюдались вот в той же Европе. И Маркс не мог не знать об этих исследованиях, и вот он сказал, что выдвинул идею о том, что изначально общество жило на основе общественной формы собственности, частная появляется на определенном этапе развития. Причем в экономической науке до сих пор есть вот такое направление, называется она экономическая теория прав собственности. Это направление западной экономической мысли, оно вот считает, что в первобытных обществах собственности нет вообще. То есть собственность появляется тогда, когда появляется частная собственность. И она существует только в одной форме, в частной собственности. Вот Маркс против этой точки зрения категорически выступал и говорил о том, что собственность начинается с общественной формы, потом появляется частная собственность, причем появляется она именно с появлением устойчивого воспроизводства прибавочного продукта, то есть как собственность на прибавочный продукт. И потом эти отношения распространяются уже на средства производства и способность человека к труду. И таким образом сама частная собственность переходит от низшей ступени развития к высшей. И в итоге она должна отрицаться в общественную форму собственности опять. Но это общественная форма собственности, уже будет общественной формой не первобытного общества, а более высокой развитой формой собственности. Вот это вторая идея Маркса, очень важная для разработок Василия Яковлевича. И третья идея, я уже о ней немножечко сказала, идея Маркса, состоит в том, что собственность есть развивающиеся явления. То есть это не статичное явление, как полагали социальные мыслители и политэкономы, а развивающееся явление, то есть она развивается, она переходит от низших стадий к высшим стадиям. То есть начинается с общественной формы собственности. Общественная форма собственности отрицается в частную собственность. И та, в свою очередь, в виде отрицания-отрицания, отрицается опять в общественную форму собственности на этапе коммунизма. Вот основные идеи Маркса, которые легли в основу творчества Василия Яковлевича Елемеева. Что привнес Василий Яковлевич Елемеев в теорию собственности? Дело в том, что, я не побоюсь этого слова сказать, крах Советского Союза, то, что Советского Союза не стало, очень сильно ударило по самой идее общественной собственности. То есть очень многие политэкономы, которые ранее ратовали за общественную собственность, разрабатывали ее теорию в советское время, они быстро перекрасились и стали буржуазными экономистами. И стали в один голос говорить о том, что общественная собственность – это миф. То, что было в Советском Союзе, общественной собственностью не было. И, в общем-то, общественная собственность не имеет никакого права на существование ни в теории, ни на практике. И вот Василий Яковлевич Елемеев, он обосновал то, что общественная собственность является действительной и необходимой. Он обосновал это теоретически и обосновал это практически. В чем заключалось его теоретическое обоснование? Вот он говорил о том, что основной вопрос философии, а есть основной вопрос социологии. Так вот, основной вопрос социологии состоит в том, что первично – индивид или общество. Если мы берем индивида, то мы предполагаем, что есть общество. Если мы берем общество, то мы предполагаем, что есть индивиды, а общество состоит из индивидов. Вот как есть индивидуальная форма собственности, то есть это субъекты собственности. Как есть индивидуальная форма собственности, так есть и общественная форма собственности. Они друг без друга жить не могут. И вот Василий Яковлевич, он предлагал такой логический, во всяком случае, когда я у него училась и слушала курс по методологии и социологии, он предлагал такую логическую задачу. Вот есть у нас индивиды общества, они находятся в противоречии. Как разрешается это противоречие? И вот он говорил о том, что в логике есть положение о двух видах противоречия. Первый вид противоречия – когда друг другу противоречат разные по своей природе сущности. В этом случае противоречие разрешается путем установления одной сущности, вторая не имеет права на существование. И примером такого рода противоречия Василий Яковлевич предлагал жизнь и смерть. Вот если человек жив, то он не мертв. Если человек мертв, то он не жив. То есть имеет право существовать только одно состояние. Второе не имеет права на существование. Либо то, либо это. Это первый вид противоречия. Второй вид противоречия – когда друг другу противоречат две стороны одной сущности. В этом случае противоречие разрешается путем установления одной сущности. Вторая должна обязательно предполагаться. И вот примером такого рода… Ну, как правило, можно назвать саму эту сущность, стороны которой противоречат друг другу. И вот Василий Яковлевич приводил пример такого рода противоречия, что противоречие между мужчинами и женщинами. Ну, поскольку мы учились на социологическом факультете, то вот у нас в социологии есть социология женщин и социология мужчин. То есть социология женщин изучает женщин. Ну, как она изучает? Она изучает, что вот есть не женщины, то есть мужчины. И в сравнении с мужчинами она изучает женщин. То есть женщины берутся в качестве действительной сущности, а мужчины обязательно предполагаются. Аналогичным образом изучаются мужчины в рамках социологии мужчин. И в данном случае можно назвать саму эту сущность человечество, которое представлено двумя сторонами. Но каждый раз противоречие разрешается либо в ту, либо в иную сторону. То есть рождается либо мальчик, либо девочка. Понятно, да? Вот два вида противоречия. И вот он нам предлагал решить, к какому виду противоречия относятся противоречия между обществом и индивидом. И мы, подумав, говорили о том, что оно относится ко второму виду противоречий. То есть это противоречие друг другу две стороны одной сущности – человечество, которое существует в форме индивидов и в форме общества. И поэтому общество и индивид – взаимопредполагающие друг друга сущности. Они взаимопредполагают друг друга. И говорить об индивидах, но исключать общество – неправомерно. А раз неправомерно, то значит и субъект собственности, если мы говорим об индивидуальной собственности, должен предполагать наличие общественной собственности. Обязательно. А общественная собственность, в свою очередь, должна предполагать индивидуальную форму собственности. То есть общественная собственность, чтобы оставаться общественной, должна обязательно индивидуализироваться. То есть доводиться до уровня каждого конкретного индивида. Если она до уровня каждого не доводится, то она теряет определенность общественной формы собственности и превращается в частную форму собственности. Вот так вот рассуждал Василий Яковлевич Ельмеев на уровне теории. На уровне практики, как я уже сказала, Василий Яковлевич тоже обосновал действительность общественной собственности. Как он это сделал? Дело в том, что современная западная экономическая теория стала исследовать деятельность государства с точки зрения производства им определенных благ, общественных благ. И западные теоретики стали их сравнивать, вот эти вот общественные блага, с другим видом благ, частными благами. И вот это сравнение дало им возможность выделить свойства общественных благ. Итого они выделили два свойства общественных благ, которыми общественные блага отличаются от частных благ. Первое свойство, они его назвали так, несоперничество или неконкурентность потребления. Что это за свойства? Дело в том, что если мы возьмем частное благо, то если увеличивается количество потребителей этого блага, то количество полезности, получаемой каждым из потребителей, уменьшается. Например, если бы у нас сегодня с вами был праздник, и я бы пришла к вам с тортом и бутылочкой шампанского, то чем больше бы людей сегодня пришло на занятия, тем меньше бы торта и шампанского досталось бы каждому. Вот так ведет себя частное благо. А как ведет себя общественное благо? Общественное благо, вот я читаю лекцию сегодня. Каждому из вас достается одинаковое количество полезности, получаемой от лекции. Больше вас, меньше вас, но каждому достается одинаковое количество полезности. То есть изменение вашего количества не влияет на количество полезности, получаемой каждым из вас. И чем больше людей сегодня пришло бы на лекцию, тем выше общественная полезность лекции. Вот так ведет себя общественное благо. Это свойство называется несоперничество в потреблении. Ключевое свойство общественных благ. Второе ключевое свойство – это неисключаемость. То есть я не могу обособить, читая лекцию, взаимодействие с каждым из вас тем, чтобы, например, Иванова Петрову я рассказывала, а Сидоров не услышал бы то, что я рассказала. И Иванов, и Петров, и Сидоров все услышат то, что я рассказываю. То есть я не могу исключить никого от пользования благом лекция. Так? Вот это свойство неисключаемости. И вот Василий Яковлевич Ельмеев заметил это свойство неисключаемости и сравнил это свойство с частными благами, которые исключаемые. То есть пирожок может съесть только один человек. Это исключаемое благо. А лекция неисключаемая. И вот Василий Яковлевич доказал то, что вот это свойство неисключаемости – это свойство общественной собственности. То есть в сфере общественных благ функционирует общественная собственность. И там, где реализуются общественные блага – это сфера реализации общественной собственности. То есть это не миф, о котором говорили западные теоретики. Это реальность, это действительность, это необходимость. Это достижения Василия Яковлевича Ельмеева. Второе достижение Василия Яковлевича Ельмеева в области теории собственности состоит в том, что он поспорил с теоретиками экономической теории прав собственности. Дело в том, что в свое время эта теория начала набирать научный вес в 30-е годы XX века. То есть тогда, когда образовался Советский Союз и, в общем-то, западные… Прежде всего, это Штаты и Англия, английские и американские теоретики. И вполне естественно, что они работали в том числе в русле того, чтобы дискредитировать Советский Союз. Поэтому они искали как бы дискредитировать общественную собственность, которая лежала в основе экономики Советского Союза. И вот они нашли такой логический ход. То есть это либо ошибка, либо специально такое, так они исказили положение дел. Вот. Они выдвинули такой тезис, что то, что принадлежит всем, это значит не принадлежит никому. То есть общественная собственность имеет ничейный характер. Долгое время этот тезис был очень популярен на Западе. И вот Василий Яковлевич, так сказать, взялся за анализ этого тезиса. И обнаружил, что в основе этого тезиса лежит грубая логическая ошибка. То есть теоретики экономической теории прав собственности либо не знали, либо намеренно исказили, либо сами ошиблись. Дело в том, что есть диалектика общего, частного, единичного. И согласно этой диалектике, общее реализуется укореннено в каждой из единичностей, которая составляет это общее. Так вот, в данном случае, если нечто принадлежит всем, это не значит, что оно не принадлежит никому. Это значит, что оно принадлежит каждому. То есть каждой из единичностей. Так? Ну, например, вот организация. Премию выплатили всем. Это что значит? Никому не выплатили. Это значит, выплатили каждому. Вот Василий Яковлевич, ну, вот насколько я помню, вот каждая его статья, где речь заходила о собственности, он постоянно приводил вот этот вот тезис теоретиков экономической теории прав собственности вместе с тем, ну, с пояснением, своим объяснением ошибочности этого тезиса. Еще одно достижение Василия Яковлевича состоит в том, что Василий Яковлевич исследовал развитие отношений собственности и сформулировал так называемый третий закон собственности. Первые два сформулировал Маркс. И Маркс их сформулировал следующим образом. То есть история человечества начинается с закона собственности на свой труд. То есть закона трудовой собственности. Когда человек может потребить только то, что сам сделал, сам заработал, сам получил, сам создал. И Василий Яковлевич исследовал историю развития человеческого общества и пришел к выводу, что вот этот закон, так называемый первый закон собственности, действует на первобытно-общинной стадии развития общества, на рабовладельческой стадии развития общества и на феодальной стадии развития общества. Да, на рабовладельческой стадии и на феодальной существовала эксплуатация, причем нещадная эксплуатация. Но дело в том, что эта эксплуатация, она не носила экономического характера, она была социально-политической эксплуатацией, через социально-политические механизмы. Но вот этот вот закон собственности на свой труд отрицается и отрицается в закон собственности на чужой труд. Это еще формулировал Маркс, эти законы. Но он их только сформулировал, он не исследовал их. И Василий Яковлевич определил, что закон собственности на чужой труд – это этап капитализма. Этап капитализма. Когда возникают экономические формы эксплуатации труда, когда сам процесс труда есть одновременно и процесс эксплуатации. Ну, здесь, в общем-то, основным таким произведением, естественно, был капитал Маркса, потому что могу сказать, что капитал Маркса – это очень значимое произведение. И, например, в Кембриджском университете есть кафедра, которая посвящена исследованию наследия Маркса, в том числе и капитала. Аналогичные кафедры есть в Стокгольмском университете. То есть на Западе творчество Маркса очень высоко ценится, в отличие от нашей современной науки. Я беру науку в целом. То есть и тех экономистов, которые в свое время перекрасились, буржуазных экономистов, а из бывших, то есть бывших советских политэкономов. И, например, в любом университете экономическое образование на Западе не обходится без капитала Маркса. То есть если западный университет выпускает экономиста, этот экономист должен знать капитал Маркса. Так вот, капитал Маркса лег в основу исследования капиталистической стадии развития производства. Но дело в том, что Маркс жил в XIX веке, а капитализм с тех пор прошел достаточно длительный путь своего развития. Ну и не только Василий Яковлевич, но вот у него был или есть такой соратник Губанов Сергей Семенович, может быть, вы его знаете, главный редактор журнала «Экономист». И вот Сергей Семенович, он выдвинул теорию того, что капитализм развивается. То есть это не какая-то монолитная стадия развития общества, а развивающаяся, которая в своем развитии переходит с одного этапа на другой. То есть тоже имеет этапы и переходит от низшей стадии своего развития к высшей стадии. Вот сейчас капитализм находится на одной из высших стадий своего развития. И вот Василий Яковлевич сформулировал, что капитализм находится на одной из высших стадий своего развития, и он отрицается постепенно. То есть не так, что отрицается, что вот сегодня мы, вчера мы заснули, был капитализм, а сегодня проснулись коммунизм. Нет. Это длительный переход. Длительный переход. И этот переход применительно к отношениям собственности означает, что как бы устанавливается третий закон собственности. То есть закон собственности на чужой труд отрицается, опять, в закон собственности на собственный труд, но уже в условиях обобщественного производства. Это третий закон. Если первые два закона были сформулированы Марксом, то третий закон сформулировал Василий Яковлевич. И первые два закона это и логические, и исторические законы, то третий закон это логический закон, это закон будущего, как это сформулировал Василий Яковлевич. И вот он занимался в частности с тем, чтобы найти первые звоночки этого закона. И вот он говорил, что есть общественные блага, расширение их сферы, есть, так сказать, тенденция становления вот этого третьего закона с трудовой собственности. Он говорил о том, что появилась такая собственность работников, предприятие с собственностью работников. Причем на Западе такие предприятия достаточно распространены. В Штатах, например, 10% занятых, заняты вот на такого рода предприятиях с собственностью работников. Но у нас, например, в стране криминалистическая, бюрократическая приватизация она исключила варианты перехода предприятий в собственность работников. То есть такой вариант предусматривался, но оговаривали все условия, чтобы этой формы собственности не было. Вот буквально единицам предприятий удалось перейти в эту собственность. И я знаю, например, да, и судьба этих предприятий очень неустойчива, потому что их всячески пытаются обанкротить с тем, чтобы посадить на их шею хозяина. И я далеко за примером ходить не буду. Вот у нас есть фабрика Крупской. Фабрика Крупская. Я почему знаю ситуацию на этой фабрике? Потому что у меня в свое время училась под моим научным руководством студентка, которая работала на этой фабрике. Этой фабрике удалось перейти в собственность работников при приватизации. И конфеты стало невозможно. Подождите, их стало невозможно есть позже. Вот. Дело в том, что это предприятие всячески пытались обанкротить, но руководству удавалось отбить вот эти вот атаки на предприятия, когда в 2004 году в очередной раз его был наезд на это предприятие со стороны транснациональной корпорации «Сладко». И в результате предприятие все-таки удалось обанкротить. Она стала филиалом вот этой вот транснациональной корпорации. После этого конфеты стало невозможно есть. Вот. Значит, вот предприятие с собственностью работников. Далее. Это становление производственной демократии. Производственной демократии. Это участие работников в прибылях предприятия, которые практикуются на Западе с тем, чтобы заинтересовать работника в результатах своего труда. Это участие работников в управлении предприятием. Но сразу скажу, что такое участие на Западе носит очень строго ограниченный характер. Не дай бог работника пустить куда-то там чуть дальше. Не дай бог. Все это ограничивается и внедряется, ну, как бы вот, как такая вот близко, как будто это видимость. То есть, очень в незначительных размерах, масштабах. Это проведение социальной политики на предприятиях. Социальной политики. Ну, тоже. Социальная политика, тоже возможности ее проведения ограничены. Но, во всяком случае, такая политика есть в организациях и на предприятиях. Далее. Далее. Что, значит, дело в том, что Василий Яковлевич, поскольку он исследовал переход вот к этому третьему закону собственности, он сформулировал тенденции перехода, которые назвал социализацией собственности. Социализацией собственности. Что это такое социализация собственности? Вот есть обобществление собственности, есть социализация собственности. Обобществление собственности. Это процессы, когда в рамках капиталистической собственности начинают появляться и умножаться элементы общественного присвоения. Но дело в том, что это умножение и появление реализуются двумя путями. Первый путь. Дело в том, что в свое время Владимир Ильич Ленин сформулировал такой закон, который назвал закон возвышения потребностей. То есть при реализации потребностей, потребности возрастают, переходят на новый уровень и общественное производство стремится за этими возрастающими потребностями и тоже развивается. Так вот, дело в том, что развиваются не только индивидуальные, групповые, но и общественные потребности. И в связи с развитием общественных потребностей появляется необходимость в производстве новых общественных благ. И появляется необходимость в совершенствовании производства уже имеющихся общественных благ. Это один путь умножения общественных элементов, элементов общественного присвоения в рамках частной капиталистической собственности. Второй путь реализации обобществления собственности, когда некоторые блага, которые ранее были частными, они начинают востребоваться обществом как общественные. И вот этот процесс, например, здравоохранение и образование. 200 лет назад образование и здравоохранение были частными благами. То есть их могли получить только те, кто мог платить за получение этих благ. И образованными и здоровыми были те слои общества, которые могли за это платить, то есть богатые слои общества. А бедные слои общества оставались при своих интересах. Сейчас ситуация поменялась. То есть образование и здравоохранение стали общественными благами. Но поскольку они ранее были частными, они не потеряли свою способность воспроизводиться на основе частной собственности. То есть их квалифицируют как смешанные общественные блага. То есть они могут быть и общественными, и частными. Так вот, дело в том, что когда речь идет о процессах превращения частных благ в общественные, вот именно вот это и есть социализация собственности. То есть социализация собственности – это не термин, который заменяет собой термин об обществлении собственности. Это термин, который описывает совершенно конкретное социально-экономическое явление. Ну вот, наверное, я думаю, что… Все у вас, да? Да, да. Вопросы поступили. Да, я вижу. Так, товарищ Чижевский спрашивает. Отношение собственности, как это… Вопрос в отношении рабочего индивидуалиста. Немножко непонятно. Сказуем его не хватает. Понятно. Как вот мне и простому человеку объяснить, как, что ему… Что и как это… Он, ну, человек настроен на то, чтобы лично себе урвать. Да, да, настроен. Как ему разъяснить, что это неразумно? В чем тут собственность? Он-то считает, что собственность, вот я вот хапнул, это моя собственность. А все отношения… Дело в том, что сколько вы ему не разъясняете, если он считает, что он хапнет, и это его собственность, он так и будет считать. Вот, пока он не нахапается столько, что он уже поймет, что хапать больше не имеет смысла, если у него будет такая возможность. Поэтому, пока он сам не поймет, вы это ему не объясните. Ну, как-то повлиять-то надо на него как-то. Можете заразить чуть-чуть, можно? По теме, по теме, ну. На пиццу можно, на вороваться нельзя. Это бесконечное происходило. Это правда, пока. Понятно, вопрос прозвучал, ответ прозвучал. Следующий вопрос. Товарищ Герасимов спрашивает. Что за высшие стадии капитализма и сколько их? Дело в том, что высших стадий капитализма неизвестно сколько. Почему? Потому что это процесс продолжающийся. Это процесс, который… Это дело будущего определения, сколько стадий капитализма, высших стадий капитализма. То есть тогда, когда установится социализм, тогда и будем считать стадии капитализма. Дело в том, что… Вот я сошлюсь, опять же, на Губанова Сергея Семеновича. Он считал эти стадии капитализма и посчитал, что у Ленина, например, высшей стадии капитализма указывается государственный капитализм. Но дело в том, что Сергей Семенович пришел к выводу, что следует также выделять государственно-корпоративную стадию капитализма. То есть еще одну стадию капитализма. То есть стадия капитализма имеет смысл считать тогда, когда установится социализм и уже, так сказать, задним числом. Последний апостол, Борис Захаров спрашивает, вы за социальную революцию или нет? Правильно? Ну, правильно, социальная. Социалистическая немножко оттянутая. Ну, да. Вы за революцию. Собственно, просто так же ведь не передал за войну. А дело в том, что вы вкладываете в понятие революции. Революции бывают тихие, бывают громкие. Революция означает переворот. Если революция растягивается на столетие, это не революция, это эволюция. Революция – это больше эволюционист. Я больше эволюционист, чем революционер. Ну, значит, тут вот я. Спасибо. Потому что я тоже довольно ничего не знаю. Ну, может, я не знаю. Спасибо, спасибо. Вопросы исчерпаны. Переходим к выступлениям. Товарищ, три записался. Товарищ Гашу. Пожалуйста. Ирина Геннадьевна, вам спасибо большое. Вы подтвердили, что вы являетесь ученицей. Я понимаю, когда Долгов Виктор Георгиевич нам рассказывал, он с ним работал, он с ним изучал, он исследовал. А вот вы ученицы, ну, здорово. Очень спасибо большое. Что касается обсуждения социализма, надо ленинское высказывание вспомнить. Единая капиталистическая монополия, но обращенная на пользу всего народа. Ибо тому переставшая быть капиталистической монополией означало бы социализм. Когда это переходит с последней стадии государственно-монополистического капитализма, а предшествует монополистический капитализм. Конечно, он прошел достаточно большой путь от свободно-рыночной конкуренции, он постоянно развивается. Но государственно-монополистический капитализм – это последняя стадия. Дальше опять и в нашей стране будет социализм. И я думаю, вот это как раз не идет в разрез Василия Яковлевича Ильмиева. То, что мы сейчас вот его знания, его исследования, его как ученого, мы вот в рамках нашего университета разбираем, изучаем. Это очень здорово. Спасибо, товарищ ректор, что мы на этом пути и так держать. Спасибо, Елена Евгеньевна, вам еще. Ну, во-первых, надо поблагодарить Елену Евгеньевну за очень актуальную тему. Ну, вот по поводу собственности. Собственность, как мы знаем, Марк Белагер – это отношение к объективным условиям производства, как к своим. И отсюда вот сложность понятия общественная собственность. Вот как сделать так, чтобы каждый член общества относился бы как к своей, к этой общественной собственности. Вот у нас произошла революция. И всего ряда причин, в первую очередь, неразумного поведения буржуазии, у нас была национализирована практически вся капиталистическая собственность. И что произошло? Не сумели этим овродить. И наступил НЭП, и эта вот национализированная собственность, она породила два уклада. Первый уклад – это социалистический, или как его Ленин называл, коммунистический. Это транспорт, горнодобывающие отрасли, крупные предприятия. То, что действовало в соответствии с госпланом, и непосредственно управлялось государством. А государство, здесь очень важно, государство рабочее, христея, рабочее. Диктаты государства, диктатура пролетариата и государственная власти осуществлялись через советы. То есть органы власти, выбираемые по заводам и фабрикам. И всего этого совет мог легко отозвать того, кто проводил неправильную политику. И именно съезд советов утверждал правильные, и именно он управлял вот этим социалистическим сектором. Вот государственный капиталистический сектор. Что это такое? Это предприятия, которые действовали по законам товарного производства, по законам рынка. Государственные предприятия, но их директорам говорили, вот мы не можем вас снабдить, включить вас в госплан, снабдить вас материалами и так далее. Крутитесь как хотите. Вот сможете там что-то производить с прибылью, ну вот будете жить. Если нет, будете сокращаться, вы умрете и так далее. Это вот был госкапиталистический украд. Госкапитализма как какой-то стадии капитализма быть не может. И у Ленина вообще была только одна высшая стадия капитализма. Это государственный монополистический капитализм, он же империализм. И работа Ленинская известна, называется империализм как высшая стадия капитализма. И до социализма никакие другие стадии появиться не успели, потому что социализм уступил в 17-м году, и переход человечества к коммунизму путем мировой революции, вот он с тех пор идет, 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 и никаких новых стадий капитализма, оно не появилось. Нет их просто. И быть не может. Это еще и будет коммунизм. Вот. Это вот что касается вот этой социализмы. Ну а хотя бы понемногу, по мере разрастания социалистического вот этого украда, он бы прогротил капиталистический этот украд, и все предприятия стали в условиях государства диктатуру и пролетариата подчиняться органам государственной власти, и, соответственно, это был общественный сектор. Почему общественный? Потому что интересы рабочего класса выражают интересы всего общества. При капитализме не так. Мы видим, что последние 30 лет в условиях деградации нашего государства и обнищания населения, и, в общем-то, вымирания России, по большому счету, капиталисты очень неплохо живут. Их это устраивает. Вот рабочий класс так не может. Он может улучшать свое поражение, только уж улучшая поражение других членов общества, учителей, врачей, инженеров и так далее. Вот. И отсюда вот такая вещь, что когда у нас прекратилась государство диктатура пролетариата, общенародная собственность так называемая – это буржуазная собственность в становлении. Можно сказать так, никакой общенародной собственности быть не может в принципе. И здесь еще два слова необходимо сказать о народных предприятиях так называемых. При капитализме народные предприятия, во-первых, при приватизации очень много было народных предприятий. Это первая модель приватизации и так далее. В частности, так называемая. В частности, это предприятие, где я сейчас работаю. Когда его приватизировали в днёжном первом году, всем раздали равное количество акций, хотя там можно было купить еще дополнительно. Но это в основном потом. А так все имели равное количество акций, и все, так сказать, гроссовали, выбирали директора. И сейчас я вижу этих людей, которые тогда были, ну, постарше, наверное, чем я сейчас 30 лет назад. Сейчас это уже такие живые реликты. Кого-то так я помню. Ну, я там давно в этом предприятии бываю, уже тоже лет 30, наверное. И они приходят на эти собрания акционеров и что-то там решают. Ну и, конечно, те, кто работают с тех пор, тоже туда ходят на эти собрания акционеров и пытаются что-то там с умным видом решать. И это, вообще говоря, очень большое заблуждение, что они что-то реально решают. Так же, как все это участие в прибылях на Западе, никто реальной информации не даст. И поэтому, вообще говоря, профсоюзная правильная политика, это не влезать в институт, сколько там прибыль, это счетоводы, так называемые, это гнусное племя счетоводов. Им вот говорят, что надо бороться за повышение зарплаты. А они такие, Иван Михайлович, вашими густами донет пить, только вот эти денежек-то на это взять. Причем это работает рядом. Это вот гнус, совершеннейшее гнусное племя, которое надо, так сказать, изводить из профсоюзной жизни. И дело трудящихся это требовать зарплату, а никогда собственник не даст информации по реальному финансовому стоянию дела на предприятии. Я вот пытался по своему нынешнему предприятию поискать, какие там корни и так далее, там реестры всякие. Там черти ступи, включая офшоры всякие. И структуру собственности, кому это все принадлежит, это фиг поймешь. А эти граждане с номинаром акции там по 5 рублей, ну в советские времена это еще были достойные акции, они так сказать, да, они считают, что они приходят на эти собрания свои, что-то там решают, но они имеют право так считать. Но вообще говоря, на это уповать, это при капитализме все эти народные кооперативные предприятия, это частнокапиталистические предприятия, находящиеся в частной собственности вот этих своих акционеров. Форума эта неустойчивая не потому, что их кто-то гноит, а всего внутренних причин. Администрация, она рыбет под себя акции, не надо думать, что администрация там горит с жиранием что-то для работников сделать, там те же законы, что и всю администрация перерастает в капиталистов, в собственников акций, как Грудинину, 40% акций у него уже это, его там этого было, когда там у всех более-менее поровну. Вот это, а при, другое дело, что в условиях господства общественной собственности, там, да, кархозно-кооперативная собственность, вообще картели, это все форма общественной собственности, но это в условиях государства, диктатуры, пролетариата, опять же. И еще два слова, буквально, революция, это приход к власти передового краса. На сотни лет он не может быть растянут никак, потому что это может быть сделано там, ну, за одну, если не за одну ночь, то, по крайней мере, за две ночи. А может быть это кровно или бескровно сделать? Вот в Октябрьской революции Петрограде прошла бескровно, совершенно тихо и спокойно. Вот, так что прошу прощения за злоупотребление. Спасибо. Спасибо вам большое, что, несмотря на хорошую погоду, вы все сегодня сюда пришли, послушайте меня. Всем спасибо и хороших выходных. Хорошая заключительная лекция. Спасибо вам и вы, как вам, не помогли. Погоди, погоди. Погоди, ну, че, че, объявление. Дорогие товарищи, значит, на этом мы заканчиваем семестр. Впереди нас ждет три месяца лета. Я, так сказать, с известным пожеланием совместить приятное с полезным. Во-первых, отдохнуть, набраться сил к новому учебному занятиям, которые начнутся в октябре месяце. И использовать время отдыха с пользой, вы знаете, для изучения основополагающих фундаментальных произведений марксизма. То есть, капитал маркса, полное собрание с течением Ленина и наукой логики Гибеля. И Ильмиева Василия Яковлевича. Разумеется. Разумеется. Включение творческого наследия Василия Яковлевича мы продолжим в следующем семестре. Прекрасно. 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 Продолжение следует...